В Киеве прошла акция «Сажайте деревья, а не людей». Я, насколько знаю, ты тоже принимала участие в этой акции. Расскажи, пожалуйста, что это за акция, кто ее организовал и как она прошла. Я не принимала участия в этой акции, я ее только освещала. Прошла она в понедельник, на этой неделе. И суть этой акции, как вы правильно заметили, под таким коротким, ноемким лозунгом «Сажайте деревья, а не людей». Идея была в том, чтобы высадить более сотни молодых саженцев с именами всех политических заключенных, украинских и военнопленных. Она была сделана местными активистами в Святошинском районе города Киева. И, собственно говоря, там было всего 20 человек, которые помогали оформлять всю эту аллею. Я могу это назвать аллеей. Это территория в 40 соток земли, которая засажена сейчас молодыми деревьями. И главной идеей было то, чтобы... Главное, что хотели донести активисты, да, это то, что мы как бы помним о каждом и ждем каждого, вне зависимости от того, сколько времени ему осталось находиться за решеткой, осужден ли он, не осужден ли он, крымский татарин, он украинец, военнопленный или просто гражданский человек. То есть это была такая мощная акция поддержки и символизма, я могу ее назвать так. То есть правильно я понимаю, каждое дерево, которое высажено там, оно своего рода именное. То есть оно посвящено конкретно какому-то человеку, который сейчас находится в кремлевских застенках. Да, абсолютно верно. На каждом вот этом росточке прикреплена именная табличка. И, допустим, если это моряки и военнопленные, то там стоит хэштег «Повертайся к дому». А если это активисты, которых задержали, активисты крымской солидарности, которых задерживали 27 марта этого года, то там стоит хэштег «Мы крымская солидарность». Таким образом это несет определенную образовательную функцию. То есть если человек заинтересуется, человек, который не в курсе этой темы, заинтересуется и захочет почитать, он легко найдет в интернете все хотя бы по хэштегу. Саша, вот такой вопрос еще интересный. Ты вот говоришь, что тоже там была. Ты какому-то дереву посвятила какого-то человека, который для тебя может быть дорог, который сейчас задержан в Крыму, так как ты в Крыму уже долгое время работаешь. И очень многие ребята, которых задержали, лично для тебя тоже были знакомы. Ты общалась с ними, и вот сейчас они, к сожалению, не с нами. Да, но к сожалению, мы имеем то, что мы имеем, потому что очень много знакомых и друзей у тебя сидит за решеткой по абсолютно надуманным обвинениям. Я не устану об этом повторять. И очень приятно, что абсолютно практически неизвестные мне люди помнят о моих друзьях, о моих знакомых, с которыми я работала очень долгое время, с которыми я там каждое утро на судах встречалась и так далее, и так далее. Это, конечно, оно так греет приятно. И несмотря на то, что их совсем немного, я имею в виду активистов, это все равно очень приятно. И, безусловно, это и, в первую очередь, мои коллеги, это и Нариман Мемедиминов, это и Сервер Мустафаев, это уже и Ряза Асанови, и Ремзи Бекиров, да, то есть гражданские журналисты, которые регулярно освещали все события, происходящие в Крыму, и учитывая этот факт, что я не могу находиться там регулярно, не могу там работать регулярно, именно они были такими моими глазами и ушами, как я их называю, которые помогали мне, давали информацию, которые я принимала к обработке, обрабатывала, вот. И, собственно говоря, конечно же, без них тяжело. Тяжело в моральном плане, в первую очередь, потому что это уже знакомые, хорошо знакомые тебе люди, да, и, естественно, они никакие не террористы, и всем это понятно всему миру, и только соседнему государству Российской Федерации это почему-то непонятно. Вот. И, но с практической стороны, да, я бы хотела отметить, что крымская солидарность, даже после вот этих массовых облак, которые произошли 27 марта, она никоим образом не прекратила свое существование, их это не сломало, безусловно, надломило, но они этого не показали, но их это не сломало, они продолжили свою работу. Мне кажется, они сейчас вот просто на каком-то таком адреналине, на профессионализме работают, еще лучше, чем работали раньше, четко, быстро, вместе. Я знаю, что у них появились новые гражданские журналисты, новые стримеры. Крымская солидарность растет в геометрической прогрессии, и, безусловно, меня это не может не радовать, конечно же, как и любого человека, которого беспокоит то, что происходит в оккупированном Крыму. И последний вопрос, Саша, скажи, пожалуйста, где находится эта аллея? Например, многие, кто находится в Киеве, я думаю, заинтересовались бы и поехали туда, посмотрели бы. Лично мне самому очень интересно, я вот хотел бы тоже посетить эту аллею и посмотреть на нее. Да, но пока что она выглядит очень так мило, она маленькая, да, там небольшие такие росточки с этими табличками. Ну, адрес какой? Где можно ее посмотреть? В Светочинском районе города Киева, это комплекс, это массивного Беличи, ориентир улица Клавдиевская, 40D. Угу.